Композитор Павел Карманов представил в Доме музыки программу «Про свет». Какие произведения в неё вошли, узнала Ирина Разумовская. В этом году композитор Павел Карманов отмечает 30 лет творческой деятельности. В 93-м он начал с написания произведения под названием «Подарок самому себе». Тогда ему исполнилось 23. Сейчас она открывает этот большой концерт накануне его очередного дня рождения. Его музыку, минималистичную, мелодичную, кинематографичную, исполняют многие музыканты в своих программах. Но этот вечер – моноконцерт. Три часа только его сочинений. Их редко можно услышать и в таком количестве, и со столькими исполнителями. Для этой программы Павел Карманов говорит, что отобрал музыку самую светлую и духоподъемную. Назвал «Про свет». В своей музыке и в творчестве часто думаю о свете и о неком свечении. Даже визуально это можно наблюдать, когда струнные делают такие флажолетные звуки. Это как свет распространяется. И поэтому я назвал так весь концерт. Хотелось бы принести людям какую-то радость, какой-то свет действительно, чтобы публика ушла домой приподнятая в каком-то хорошем расположении духа. Мне случайно нам удалось собрать такое огромное количество музыкантов на этот концерт, потому что это то, что нам не только слушателям сейчас надо, но и музыкантам играть такую музыку. То есть, мне кажется, людям необходимо сейчас видеть свет. Несмотря на минимализм или, как обозначает жанр сам Павел Карманов, новую простоту, в его музыке можно услышать элементы барокко, классики, фольклора, электроники. Нередко он вплетает в свои произведения и звуки природы, шум дождя, ветра, пение птиц. Павел считается композитором-минималистом, но, мне кажется, мое личное мнение и моя личная классификация – это романтический минимализм. То есть, с одной стороны, использование минималистичных техник, а именно повторяющихся ритмических паттернов, с другой стороны, именно по своему настроению – это действительно очень романтическая музыка. У многих сочинений Карманова счастливая судьба. Например, пьесу для фортепиано «Паст Перфект» заказала ему Ксения Башмет. Потом ее услышал Валерий Тодоровский и взял свой фильм «Большой», который теперь начинается с этой музыки. Ирина Разумовская, Алексей Акимов, Новости культуры.